всем привет с вами снова я и сегодня у меня будет опять советы о беременности или вернее то как было у меня во время беременности и речь сегодня пойдет о тех вещах которые отдела и не делала во время беременности то есть что-то я соблюдала а что-то не соблюдала вообще и возможно это видео будет кому-то полезным а кто-то просто скажет зачем это снято и вообще для чего просто я делала для себя заметки у меня здесь на листочке все записано как бы мое можно и нельзя и я хотела бы поделиться этим с вами возможно кому-то это будет нужно первое что я не делала всю беременность это не пила спиртное но естественно как бы какое спиртное во время беременности мне кажется вообще нонсенс потому что вы в ожидании малыша и все делаете дабы не навредить своему ребенку естественно спиртное не пила вообще второе что я не делала это старалась не находиться рядом с теми кто курит я вообще сама не курю никогда не курила у меня в семье тоже практически никто не курят и как бы если попадался курящий человек я старалась отбегать от него как можно дальше и то есть ограждала себя от всякого рода химического воздействия на свой организм также не пользовалась химическими средствами которые содержали хлор или какую-либо другую химию не нюхала краски и все что с этим связано то есть я думаю дальше объяснять не нужно и так все понятно исходя из второго пункта у меня тут же появился третий пункт и я не красила волосы и ногти но волосы я давно уже не крашу так как когда-то молодости я их подпортила немножко и до сих пор восстанавливаю ногти я не красила так как и прочитала что в составе лака входит вещество я уже если честно даже не помню как она называется но она очень впитывается в кожу внутрь то есть она уходит в организм и не остается только на ногтевой пластине и я очень боялась что это химия как-то повлиять на плод то есть на ребенка поэтому я все-таки ногти не красила возможно это бред и красить ногти можно было может быть это какие-то мои предрассудки если вы так думаете напишите мне об этом но я это соблюдал и соблюдая по сей день ногти у меня стали только от этого крепче но наверное уже хватит соблюдать так родила я давно и организм практически восстановился после беременности надо наверное уже можно красить вот рядышком пытается залезть ко мне на коленке вот на филимося следующее что я не делала 4 пункт я старалась не есть на ночь многие наверное знают тот факт что во время беременности женщины набирают очень много веса и как правило они просто переедают я очень боялась что тоже наберу слишком много избыточного веса от которого потом будущем придется избавляться и поэтому я старалась себя контролировать не есть больше положенного я ела по чуть-чуть но часто как бы особо свой режим питания я не изменила практически все было также но ела на грамму лечку больше чем раньше я не ела за двоих и так как будто остался последний день когда мне можно кушать а завтра меня кормить не будут нет я ела сколько мне хотелось но старалась себя тормозить там что бывали иногда такие приступы голода что оказалось я съем слона поэтому когда мне хотелось кушать на ночь или вечером или ночью даже бывало просыпалась я просто чуть-чуть откусывал допустим тот же самый кусок хлеба и наслаждалась им смаковала гоняла его во туда-сюда чтобы как можно больше насытиться и не переедать ну что ребенка в пользу это не пойдет отложится на моих боках следующее что я делала во время беременности это я читала книги то как ухаживать за ребенком также составляла списки по уходу покупки и все что с этим связано я думаю многие меня сейчас поймут те кто уже были беременными мозг во время беременности будто бы отключается напрочь и такое ощущение что ты самый глупый человек в мире и не знаю мысли в умных вообще нету куда-то все дьется когда вы родите конечно же все это проходит через некоторое время но я старалась так сказать не деградировать и поэтому читал книжки читала полезную информацию в интернете статьи и поэтому если вы сейчас в ожидании ребенка советы вам поступить также так как очень сильно расслабляешься и плывешь по течению реки также исходя из предыдущего пункта я искала информацию то как нужно себя вести на родах что нужно делать как обращаться с малышом первые его дни жизни и я вам скажу мне эта информация очень пригодилась хотя я очень надеялась что когда я рожу и в роддоме мне будет помогут подскажут и покажут как что нужно делать малышом нет этого не было мне приходилось все делать со мной вспоминать то что я читала смотрела и искать на тот момент в телефоне какую-то полезную информацию потому что в роддоме мне ничего не объяснили а когда я спрашивала мне просто сказали пользуйтесь интернетом ищите там и вы все поймете я думаю конечно это не ответ в роддоме должны были все-таки объяснить но если с вами приключится то же самое я думаю для вас не будет вредным если вы заранее подготовитесь и будете подкованы информацией еще одна из моих заметок то что заметил во время беременности у меня очень сильно замедлился рост волос он не просто замедлился он остановился они не только перестали расти они также перестали выпадать где-то это было на раз 20 недели и в одном из видео о своих неделях беременности я рассказывала об этом волосы у меня не выпадали они у меня не росли и когда я родила они скопом начали выпадать и выпадало их так много что я какой-то момент думала я просто облысею останусь лысая потому что волосы были везде на все одежды на диване на покрывали на подушке на одежде на расческах но спустя некоторое время где-то месяц через 4-5 волосы перестали выпадать так часто то есть не так много сейчас они еще тоже выпадают до конца не восстановились а но то как они выпадали в первые месяцы это было что-то сейчас такого нет тогда просто клочками они вылазили из головы и это был какой-то кошмар также сейчас они продолжили рост но возможно это скажем такое случается если у вас было также что напишите мне будет интересно узнать также следующий вещь которая заметила во время беременности у меня стали прямые ресницы они просто стали прямые как у коровы я не знаю как это объяснить у меня от природы ресницы заворачиваются сами по себе их не надо не подкручивать какими-то средствами и я их никогда сама не подкручиваю ничем то есть просто крашу тушью и все и они держат довольно хорошую форму и выглядят красиво но когда я забеременела буквально через недели три наверное после того как я узнал что беременна я заметила что у меня ресницы стали прямыми почему я заметила так рано потому что ресницы обновляются каждые две недели и как бы когда видимо организм уже принял беременность ресницы успели поменяться и стали прямыми далее следующая моя заметка это появились волосы на животе раньше у меня волос на животе не было вообще и сейчас их тоже нет после того как я родила они пропали но где-то 12 недели наверное стали расти волосы сначала появился пушок небольшой потом они стали больше но не так как у мужчин не бойтесь я не до такой степени оволосела все было довольно таки опрятно и я ничего с этим не делала потому что я боялась норить эти ребенку как бы выдергиваться волоски на животе там малыш и во первых это для себя боль и неприятно и если мне неприятно то моему ребенку это тоже передается поэтому я просто смирилась со своим положением смирилась ситуации плюнула на все думаю мне нормально моему супругу тоже норм поэтому на остальных мне все равно пускай будет потом пройдет и на самом деле я родила волосы сами по себе как-то исчезли буквально через неделю уже из роддом когда вышла волос не было и последняя моя заметка которая хотела бы с вами поделиться это то что во время беременности я пользовалась разными кремами от растяжек и вообще старалась как можно лучше и больше увлажнять кожу от макушки до пят то есть я увлажняла руки лицо ноги тело любой свой участок кожи и для каждого участка у меня было наверное сотни баночек они по сей день стоят не все я их использовала добиваясь сейчас это как я следила за своей кожей это конечно же мне было в плюс машинка на заднем фоне сошла с ума на выжимает ничего с этим поделать не могу у меня не было растяжек у меня они не появились потому что видимо я обливалась кремами головы до ног и ходила вся блестела но 9 месяцев можно потерпеть но как 9 я где-то начала с третьего месяца мазаться кремами может быть чуть раньше но это обильно в смысле пользоваться кремами я ему пользуюсь всегда но не в таком количестве просто когда у меня кожа начала растягиваться в разные стороны я стала мазать как можно больше и следить за этим лучше на этом у меня все если у вас какие-то вопросы остались пишите если вам понравилось то поставьте пальчик вверх также подпишитесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео если вы уже подписаны нажмите на колокольчик внизу чтобы к вам пришло уведомление что вышло что-то новенькое и если у вас для меня есть какие-либо советы по этому поводу тоже напишите и мне очень хотелось бы узнать какие заметки были у вас во время беременности может быть что-то я упустила и у вас было что-то то чего не было у меня спасибо за внимание всех целую пока пока и вообще старалась как можно лучше ваш не увлажнять его и и вообще